МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Спортлайф» и я, ее ведущая, Ирина Корольченко. О самых ярких спортивных событиях за прошедшую неделю в нашем новом выпуске. Бесспорно, самым зрелищным событием на этой неделе стал первый чемпионат Республики Беларусь по смешанным единоборствам и панкратиону, посвященный памяти воинов-интернационалистов. Первый чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам версии IMMAF любительской федерации микс-поединков – событие для города значимое. Чемпионат проходит для выявления спортсменов, которые уже в 2018 году будут представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира. В десяти финальных поединках боролись 20 участников в восьми категориях. Все спортивные мероприятия нацелены, прежде всего, на основу общества, на сильных мужчин, которые могут и должны быть защитниками своего отечества. Микс-файт или смешанное единоборство имеют ряд отличительных особенностей, которые присущи только этому виду спорта. И одна из них – место проведения поединков. У современных гладиаторов своя арена – октагон, специальная клетка, которая стала символом смешанных единоборств. Первые соревнования по смешанным единоборствам начали проводиться в Америке еще в начале 90-х. И для того, чтобы все-таки обусловить место проведения, было выбрано за основу ни татами, ни борцовский камер, а что-то новое. В понимании обывателя смешанное единоборство часто ассоциируется с боями без правил. Однако, это миф. Как в любом спорте, здесь, конечно же, есть свои правила. Кроме того, их здесь еще больше, поскольку этот вид спорта совмещает и ударные, и борцовские техники. Бои без правил – это такая аббриатура, которая прилипла к этому виду спорта, к этому состязанию в 90-х годах. На самом деле, любое спортивное мероприятие имеет свои правила. Запрещается кусаться, царапаться, как в любом виде спорта, наносить удары в глаза, в пах, в область позвоночника. Все правила настолько к современному миру сделаны, что невозможно получить травму. Беларусь вообще богата на титулованных спортсменов, которые не раз уже показывали высочайшие результаты на международной арене. Артем Адамковский, Алексей Кудин, Михаил Одинков – чемпионы мира, Андрей Орловский – чемпион UFC, Вадим Куцый – чемпион мира и Европы. Эти имена точно на слуху у поклонников спорта. На прошедшем чемпионате мира участвовало три белорусских спортсмена. И из трех спортсменов у нас есть две серебряные медали. Это очень почетно и очень зачетно. Этим спортсменам сейчас будет вручаться удостоверение мастера спорта международного класса. Также впервые в Беларуси. Первый же бой вызвал море эмоций. Оно и понятно – в октагоне две хрупких на вид девушки, которые тотчас же развеивают эту иллюзию своим боем. В напряженной схватке против представительницы Могилева победу одержала брещанка Татьяна Александрова. Никогда не знаешь, какая соперница тебе попадется. Ты должен работать на все сто процентов. Естественно, волнение дает тебе работать на сто процентов. Всегда выходит примерно 10 из того, что ты умеешь. И это очень хорошо видно. Ты чувствуешь, как ты недорабатываешь, но этот азарт, который у тебя внутри, он не дает тебе проиграть. Я надеюсь, что в ближайшем будущем я справлюсь все свои ошибки, которые допустила сегодня. Я обязательно стану и чемпионкой мира, и Европы. Я буду прилагать для этого все возможные и невозможные усилия. В достаточно брутальном для девушки спорте Татьяну привлекает его бешеная энергетика. И правда, во время боя зрители с замиранием следят за каждым ее действием. Я занималась многими видами спорта, но остановилась именно на единоборстве, потому что похожих впечатлений я еще никогда не испытывала. Это безумие. В этом году Беларусь удостоена чести принять у себя и чемпионат мира по смешанным единоборствам этой версии. Третий тур детской гонбольной лиги «Зуберкап» прошел в Бресте. На легендарной арене Виктория имени Мешкова за победу боролись пять команд. Среди участников – Щучин, Рогачев, Малорита, Баранович и Слоним. Три дня юные гонболисты выявляли лидера между собой, пусть и не претендуя на высшие места в лиге. Ведь главное – нарабатывать опыт. И детская лига «Зуберкап» – это отличная возможность. Цель была одна – дать детям как можно больше игровой практики. Мы знаем, что командам из маленьких городов очень сложно бывает по финансовым причинам выехать на какие-то сборы, на игры. И они, по сути, варятся в собственном стаку. «Зуберкап» – это проект, который проходит под патронажем Брестского гонбольного клуба имени Мешкова. И недавно он отметил свою первую годовщину. Миссия «Зуберкап» – популяризация гонбола и повышение его уровня не только в Бресте, но и во всей Беларуси. «Мы подтягиваем к определенному уровню спортивные площадки, на которых играют наши дети. То есть, туры проходят не только в Бресте, но и во всех других спортивных школах, которые заявились для участия в детской гонбольной лиге». Открыл соревнование матч между командами Рогачева и Щучина. Игра была довольно напряженной. Сперва вперед вырвались рогачевцы, но их соперники тоже не спали. Весь матч обе команды то попеременно вырывались вперед, то сравнивали счет. И предсказать, кто же все-таки одержит победу, было довольно сложно. Однако все решили последние минуты. Щучинцы финальным голом превратили ничью в победу для своей команды 22-23. «Как всегда, первый матч после приезда оказался очень тяжелым. Поэтому, учитывая, что это дети, ситуация могла повернуться и в ту, и в другую сторону. Хотя, вроде бы, наши наигранные сильнее, но... Психологически не выдерживают еще». Сил придает и само место игры, которое буквально дышит большим гандболом. Ведь здесь играют кумиры многих из них. «Хочу, как Миккин Хансен из ПСЖ. Конечно, мне это очень нравится». Артему выпал уникальный шанс сыграть на легендарной площадке «Виктория» как раз накануне большой игры с участием своих кумиров в ПСЖ. Мотивирует не то слово. «Если это все будет продолжаться, это огромный шаг вперед для развития не только детского, но и гандбола всего в Беларуси». Гандбольной лиге «Зуберкап» всего один год, но успехи уже есть. И, возможно, сегодняшние зубрята через несколько лет станут новыми прославленными звездами белорусского гандбола. Ну а самым ожидаемым спортивным событием недели стал матч между БГК имени Мешкова и французским Пари Сан-Жермен. Брещане обыграли сборную мира, и эта победа войдет в историю. Как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Благодаря БГК весна в гандбольную столицу Беларуси пришла намного раньше срока. Повод – историческая встреча мешковца с французским ПСЖ, лидером турнирной таблицы. К большому событию подключились знаменитые жители города Надбугом. Именитых гостей из Парижа Виктория встретила тотальным аншлагом. За несколько минут до начала игры абсолютно все билеты на матч были проданы. Город буквально жил в ожидании этой встречи. Ощущение, что весь Брест пришел на гандбол. БГК отлично подготовился к сильной парижской атаке и защите 5-1. Французы будто летали в облаках и не понимали, что происходит на площадке. Шилович, Джорджич, Шумак и другие игроки стреляли из любых позиций. Мечи залетали только в одни ворота – гостевые. А в наших – сейвил Иван Пешич. Никола Карабачич и компания для него не стали авторитетами. Болельщики активно поддерживали свою команду и не могли усидеть на месте. Горячо и громко гнали своих любимцев вперед. За это фанаты Бреста удостоились звания «Fan of the Week» от Европейской гандбольной федерации. А мешковцы продолжали забивать. В один из моментов перевес достиг 10 мячей. Начало второго тайма не для слабонервных. Мешковцы подсели в обороне и стали часто ошибаться в атаке. Гости этим воспользовались и вышли вперед в счете. ПСЖ рано расслабился. БГК вовремя вернулся в игру. Команды шли мяч в мяч и старались не ошибаться в атаке, играя на нервах брестских болельщиков. В итоге БГК обыграл сборную мира 29-28. Хоть и с минимальной разницей, но победа осталась за хозяевами площадки. На зубах мы этот матч смогли вырвать, вывести до победного гола, скажем так. До этого последнего победного гола. Ну, поздравляю всех с этой победой. Болельщиков, руководителей, всех игроков. Скажем, как бы это знаковое событие в нашей клубной жизни. Одной мечтой еще стало меньше. Была мечта, она сбылась. Идем за следующей мечтой. Сегодня команда и зал, это было единое целое. Это первый был аншлаг в этом сезоне, когда просто люди стояли в проходе, сидели на ступеньках. Поэтому поздравляю Брест, поздравляю гонбольную столицу Беларуси с великолепной победой. Досрочно, за тур до окончания группового раунда, БГК решил задачу выхода в плей-офф сильнейшего турнира континента – Лиги чемпионов. Третий раз к ряду. Такого современная история белорусского ручного мяча еще не знала. Это еще одна победа гонбольного Бреста. А на этом все. С вами была Ирина Корольченко. Смотрите спортлайв на сайте trkbrest.by и в социальных сетях. Живите спортом. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»